Микс Ньюс Есть Челябинска Да Вот мемчики про суровых челябинских парней Все верно, все правда И женщины суровые челябинские У нас какой-то другой менталитет В чем это выражается, например, лично у тебя? Ну, какой-то способность не возникать, а начать делать самой Ну, то есть я челябинцев, челябинских девочек, по крайней мере, в Москве, когда встречаю, они какие-то другие Они меньше, может быть, улыбаются, меньше чирикают, но больше делают То есть когда наваливается какая-то проблема, нормальная москвичка, она психанет, там, стрессанет, селфи сделает, там, еще что-то Селфи, да Я сижу, и мне очень плохо Челябинская тоже стрессанет, но где-то внутри, но она будет делать и как-то выбираться из этой ямы Вот, наверное, вот такие мы А что вообще такое быть бьюти-блогером, иметь такой какой-то, наверное, образ эдакой такой богини, у которой все такое легкое, все по фану, при этом ты мама 11-летних 11-летних, да? 12-летних 12-летних Да, об этом будет 13 Вообще время летит Что вообще это такое? Нету какого-то конфликта интересов, да, диссонанса? Ну смотри, Женя, я же бьюти-блогер, я же не по-настоящему бьюти-блогер, я это делала со Стёбом, то есть я стебалась, я же не говорила сама себе, Наташа, теперь ты очень сильно красивая стала Нет, я просто понимала, что это образ, что когда она говорит, что я сама очень сильно бьют у нас, и красота во мне вся сочетается, я понимаю, что это Стёб, то есть это не я, это я, не я говорю, а образ вот это все говорит А все понимают это? Поэтому нет, диссонанса, не все Не все? А гребаешь? Ну да, там пишут, что как она защитила диссертацию, кандидатскую степень получила, она же тупая, вы что не видите, она может связать двух слов, а? Ну и как ты защитила? Ну вот связала как-то, два слова-то я связала Вот эти вот названия и автор Экономическое и воспитание, например, младший и школьник, я как-то связала Ты же училась на педагогическом? Да, я педагог Что ты преподавала? Я преподавала в начальных классах, я учитель начальных классов и английского языка Преподавала в колледже английский язык для взрослых мужиков и женщин, по сути дела, то есть это профильное училище было И вот там был диссонанс, конечно, потому что я, мне самой там 20 лет, и им по 20 И я сижу им доказывать, они говорят, мы строители, Наталья Николаевна, зачем нам это? Я говорю, read and speak, please, shut up, please Все, что узнала, да? Пожалуйста, да Сейчас папы этих младшеклассников горько вздохнули, ты не учитель больше, все, теперь сцена Что для тебя сцена? Насколько она важна для тебя? И вообще, сколько важна она в твоей жизни? Наверное, для любого творческого человека это самовыражение То есть для тебя радио, это же не просто вот я почирикала тут такая красивая сижу Ты же кайфуешь от того, что люди слушают, кто-то там спорит с тобой Мне даже спорить интересно с людьми Ты вот пришла, опять хорошо, нет? Да, мне вот это все, мне нравится, мне нравятся возможности выражать свое мнение То есть, когда я снималась для ТНТ, ты выражала свое мнение через редактуры То есть ты писала монолог, говорила, вот я хочу вот так сказать, можно я вот это скажу? Я говорю, можно, но в половину ты не говори, это неинтересно, вот говори вот это И мы тебе сейчас допишем еще посмешнее, и говорю, ой, это не мое Ну, Наташа, ну у тебя образ вот такой То есть те, кто с телевидения, с Comedy Woman, девчонки постоянно оправдываются, что Ну, мы вот не хотели никого обидеть, это не они же пишут Ну, то есть они вот как марионетки, их тоже жалко Медведева, когда ушла, она прям вздохнула А вообще, Comedy Club, это такой мужской мир больше все-таки Там девушки появляются, как-то уходят Вообще мир юмора больше мужской Почему? Ну, женщина не очень любит, когда на дне стебутся Сама над собой стебаться она еще может как-то, многие из нас На другие На другие, но это, ну, то есть, если я говорю, о, мне скоро в Собес Типа я такая пошутила, что мне 40 лет Я, типа, не обижаюсь на себя А если кто-то шутит, я на него смотрю, типа, ты кто? Ты кто? Ты кто вообще, чтобы так мне говорить? Ну, у нас какой-то барьер Мужики попроще Там, ой, ты жиробас, да, иди ты Вот, пошутили друг над другом Ну, по сути дела, мы воспринимали как оскорбление Да, мужикам попроще Многие темы для женщин, ну, неблагоприятные, закрытые То есть, физиологические темы, там, секс или еще что-то Я очень аккуратно прописываю шутки, потому что, ну, проверяю Выходишь, думаешь, вот я сейчас очень на скользкую тему сейчас пошучу А вдруг людям противно будет? Ну, то есть, когда мужик говорит Ой, тык-тык, что-то там потыкал Все, ха-ха, какой он свободомыслящий А когда женщина на эту тему говорит Все же воспринимают это как женщину Как она этим ртом потом детей целует Да, да, да Поэтому нас меньше в юморе Но ты в одном из интервью сказала, что Женщины не любят быть смешными Вот именно не любят Ну, когда над ними стебутся Мы любим быть красивыми Если можно быть и красивой Вот поэтому образ типа вот этого чекулечки Он кайфовый тем, что ты можешь быть и красивой, и смешной То есть, это, наверное, самый комфортный для женщин образ Где ты просто тупая, но очень сильно секси То есть, когда, вот смотри, такая ситуация Когда в компании вот здесь сидят мальчики и девочки И парень какой-то шутит, там, одна шутка, болт, вторая Все прямо смеются до слез Этого мужика хотят все в нашей компании сразу же Ну, то есть, каждая женщина хочет, ну, общаться с таким мужиком Быть рядом И вот это классно Да Когда женщина вот так вот ведет себя Там, одного заткнула другому, а все мужики О, кто это? А дальше надо держаться А дальше держаться Нафиг красного попадаться Надо же так одна останешься Тогда, так я вот и одна Я тебе расскажу Так я уже не осталась Я заперестать шутить уже, может быть, один раз Может быть, но от этого тоже же кайф То есть, ты выбираешь, где тебе кайфовый А тебе приходится выбирать, шутить или замуж? В компании, да Если я хочу с кем-то задружиться Я должна скорее шути Я скорее смеюсь над его шутками, чем шучу сама Вот такое правило Если не смешно И симулируй смех Опять же Да, опять же Опять же А как еще в этом суровом мире прожить? Ну, потому что так Слушай, ну ты вот даже в своих блогах в Инстаграме Даешь часто советы, как строить отношения Написала целую книгу Значит, стебешь бывших При этом ты сейчас говоришь Я больше стебу себя даже в этой книге Себя, да Ну, то есть, что я вот такая Но при этом ты говоришь Вот я же одна И вот так вот получилось Ты точно знаешь, как давать советы? Нет Нет, я поэтому и не даю советы То есть, один кто-то мне писал Я вот искал И всю книгу пролистал Что это за книга Там нет ни одного совета Как найти мужчину своей мечты Я говорю А ты форзац читал? Что там не написано Как найти мужчину мечты Там написано Как забивать на мужчин Как забить вообще на все И жить просто жить Вот это я знаю А ты можешь не влюбляться? Нет, не могу Я влюбляюсь Ну как? Ну потом же больно Ну так это же кайф Я же автор Я потом напишу какой-нибудь сценарий А там продам ТНТ обратно Слезки соберешь, да? На 200 страниц продашь Поэты, авторы Они же так и работают Если, ну, эту боль Они форматируют в произведение Вот и в этом кайф Потом легче? Самые стабильные люди Нет, не легче Просто самые стабильные люди Это самые неинтересные, по сути дела, люди Это люди, которые не создали ни одной книги Ни одного там Мало-мальски известного там изобретения То есть это люди, которые Вот я живу, и мне кайф Хорошо, солнце светит, классно У меня любимая женщина, любимые дети Я не хочу ее изменять Мне все устраивает Я ем, им не вкусно Вот такие люди С ними жить классно Но творить они ничего не могут Они нету А ты могла бы жить с таким человеком, когда ты творишь, а он вот такой Если он бы смог сомножить, да Ну, обычно такие люди Они в какой-то момент Ну, мужчина напрягать начинает Что, почему его женщина то плачет, то смеется Ну, что с ней сломалась женщина Надо ее чинить Поломатая, поломатая Где шутить легче? На сцене или в блогах? Когда тебя, вот Когда ты за экраном спрятана Многим блогерам за экраном Они поэтому, когда выходят на сцену Там просто интервью у них берут Думают, господи У меня прибежит интервью Говорит, Наташа, а как ты так говоришь прямо? Я говорю, ну, вот вы же брали у блогеров интервью Нет, нет, они говорят на камеру, по сценарию Они классно все работают Но без сценария они Не могут Просто туловка сидит Да Мне удобнее, когда есть отклик Ну, то есть я на сцене пошутила Если хорошая шутка, зал сразу посмеялся Или поаплодировал Плохая шутка, зал молчит Я сразу вижу, что да, что нет А на экране ты снял Потом монтируешь, думаешь А вдруг это не зайдет? А вдруг зайдет? Как понять? Нет, непонятно Оставляешь Потом ждешь комментарии Потом читаешь Делаешь какое-то ранжирование вот этих видео Смешно А ты читаешь комментарии прямо все? Ну, не все, но читаю иногда Обидно бывает? Обидно бывает, что думаешь Ну, блин, я же записывала Я же не эта идея Вот Black Russian Mama клипы Семь клипов там Шесть у меня Семь Каждый клип это какая-то социальная проблема То есть проблема вот этих селфи-телок Проблема там политическая одна была Даже клип у меня, думаю, ой, сейчас мне нагрянет Тут сила И каждый клип это проблема И все равно я читаю комментарии там Фу, у нее что, зубы кривые? Я думаю, блин, я подняла тут глобальную проблему Поговори о ней Ну, ты подняла глобальную проблему с кривыми зубами Да Конечно Ну, вот человек, он даже не видит того глобального, что я хочу О чем я хотела бы поговорить Там, раскачать людей как-то А они видят там Ой, и что, у меня одно ухо торчит Ну, то есть вот Обида от того, что ты понимаешь, что Я поэтому и завязалась была крашеной мамой Потому что я понимала, что А для кого я это делаю? Ну, для себя, окей Для себя это я могу и дома поговорить об этих проблемах Люди в большинстве своем Как бы это ни звучало грубо Ну, недалекие Им важно там Красивое лицо, красивое туловище Говорит мне, а о чем она говорит? Какая разница? Мир во всем мире Вот эти звезды, вот эти победители Нет, это Ну, это пустота, это не что Важные цитаты о неглавном Великие цитаты о главном Да, да Джейсон Стэтхем Там вот этот великий, который все говорит Все великие фразы им произнесены Вот об этом обидно А сейчас твоя, вот, допустим Твой потребитель, конечно Твоя целевая аудитория Кто они? Как ты их себе представляешь? Сколько им лет? Как мне сказал Алексей Екс Который писал для КВНа А может быть для рижских готов Когда-то в своей жизни Он говорит У тебя целевая аудитория Девочки от 15 до 85 лет Ну, то есть Это вот прям девочки Не женщины взрослые Которые там А которые мечтают о любви Которые там обжигаются где-то Вот прям девчачий склад ума Так что вот Ну, в основном, конечно Не молодняк А больше от 25, наверное От 30 даже То есть такие уже немножечко понимающие В этой жизни Уже такие бы Пробовавшие половинку жизни И такие Неужели вторая половинка Тоже будет кислить мне? Ну, ладно Давайте будем хавать дальше Книга про бывших Они обижаются? Ты с ними поддерживаешь Какие-то отношения? Один обиделся, что я ссылку на него Нигде не даю Ну, точнее, говорит А что ты про меня там говоришь А меня не пиаришь Я же типа А благодарна Ты мне благодарна Один сказал Должна быть Если бы я тебя не бросила Ну, в тот момент Что в таком нестабильном состоянии Ты бы типа Ну, не взгрелась И не написала бы Это правда? Ну, они все внесли Свою лепту Понимаешь? Ну, то есть Если бы я ничего не чувствовала Нормально бы прожила жизнь У меня не было бы движка Не хотелось бы ничего писать Да, кстати, вот у тебя были советы Да, вот Как вообще вести себя В том числе и с бывшими И с нынешними И так далее Насколько они работают? Ну, не знаю Они работают на таких же психах, как я Для таких же То есть для девочек Которые, допустим Могут ночью вот так Ну, вот лежишь Не можешь уснуть И думаешь Блин, я ему сказала вот так Надо было сказать все по-другому Умная, как мама потом Я так это называю Да, да Задним умом мы все крепкие Вот я вот такая И психически нестабильная Которая ой-ой-ой Я люблю Я ненавижу Я вот это все Все Какие-то эмоции Ну, вот там я обычно говорю Что Общаться с бывшими Точно не надо То есть Общаться с бывшими Это либо ты подстраиваешься снизу Что в какой-то момент Он поймет, что потерял И вернулся И вернется Но это не очень правильно То есть если он ушел Наверное, у него был Повод Повод И может он и не хочет собой быть Вот Но мы же это не понимаем Он же уже рожает детей А мы думаем, что он думает о нас И засыпает С нашим портретом Вот так перед глазами И вот эти вот мысли Не романтизировать Потому что Я когда От меня уходили бывшие Я всегда думала Вот Он, наверное, страдает Там сидит на подоконнике А он вряд ли сидит на подоконнике Ну, то есть Он ушел Потому что его сердце Разорвано в клочья И слезы текут по лицу Ну, вот начинаешь вот так вот Как Достоевский Нет, Достоевский-то попроще Как Есенин Что-то выстрадовать вот это И описывать какую-то банальную проституцию Мужскую Вот такими красивыми словами Конечно, ты хочешь к нему вернуться Он как герой для тебя Ты мужа-ненавистница Я и женщин ненавижу одинаковую Я всех пор Я Я ненавижу тупых Да Ну, то есть Если человек тупой Уже не важно Женщина, собака Кто это Человек ли это Просто не очень Главное, что у тебя была женщина Собака Мужчина вообще даже не прозвучал Возвращаясь к этому мужу-ненавистницу Хорошо Тебе просят приветы передать Вот ты говоришь Вот я сегодня там, не знаю У меня стендап А все такие О, передай мне привет со сцены Просят записать после стендапа Одна девочка подошла после стендапа Говорит Ой, запиши Ну, для Олега Можешь записать для Олега Видео И вот так уже камеру включила Я говорю Что записать Она говорит Скажи, Олег, ты кусок говна Можно вот такое говорить в эфире или нет? Ты уже отказала Я говорю Я больше не буду такое слово повторять И я говорю Что-то он бросил тебя, что ли? Расстались Она говорит Нет, это я его бросила Просто мне кажется Он недостаточно страдает То есть она еще немножко унизит Да Еще порцию А он на тебя подписан И его, типа, это заденет Ну, то есть вот Коротко Ты сделала? Нет Ну, я не знаю, кто такой Может, он нормальный человек Судя по тому, что он ее бросил Он нормальный человек Что он такую психичку бросил Ну, это какие-то из ряда вон А, допустим, вообще Когда, допустим, выходишь на сцену Особенно если это в городе Где много друзей, знакомых То есть ты как-то это Показываешь Со сцены Или где там мои Где там сидят Ну, это очень странно Я в Челябинске вот выступала У нас И я вышла Я вижу в зале людей Ну, половина зала И если я буду общаться Там, привет, Сережа Привет, Вика И вот это просто Пол концерта Я буду здороваться А другие обидятся Скажут Ой, мы из Лея пришли Ну, а вообще, допустим По поводу Ну, ладно, бог с ним, с Олегом Может быть, он человек был хороший Ну, может быть, какие-то адекватные вещи Просят записать, передать Ну, вот, вечно Привет, да Ну, привет Банальный, скажи Вот и все, вот и все Скажи Вот и все, вот и все Вот так скажи Я просто на камеру говорю Вот эту фразу Говорю, просто сказать Да, просто скажи Ой, ты знаешь Мы же с тобой сейчас снялись На крыше В сторис Я поставила в фейсбук Уже ее эту фразу Не знаешь, знаешь, что ты их На твою волну переходит А тут ты А тут ты уже пол жизни с ним жил Не заходишь Настолько сильно, что старая уже тоже не вытягивает зал. А что так, да? Не хочется убежать вон из искусства, вон из профессии? Ну нет, хочется пореветь, проанализировать, сделать работу над ошибками. Ну то есть почему-то это произошло, валить на зал тоже нельзя, что-то значит в подаче поменять, что-то в структуре шутки. Может быть тема такая, которая не близка, бывает такое. Берешь какую-то узкую тему и люди, мы с этим не сталкивались. Ты едешь вот, когда гастролируешь и выступаешь в других странах, в том числе, например, в Эстонии, в Латвии вот бы сейчас выступать. Шутки как-то меняются. Ну хорошо, мы сегодня выяснили, что мы знаем, кто такая Малышева, и слава богу, тебе прям полегчало. Потому что я такая думаю, ой, у меня же есть бит, и я там говорю там про, ну типа вскользь просто употребляю вот это выражение, типа внутренняя Малышева, это вот внутренний голос, который советует совершенно сумасшедшие советы вот эти все. Я думаю, а кто, откуда ее тут знают? Она же, ну, русская. Ну да, она как бы, она же российский реалий. Да, живет вот в России, вроде с гастролями, нигде не ездит. И мне говорят, в смысле Малышева? Вот эта сумасшедшая, да ее все знают. Тебе, может, полегчало сразу, да? Вроде как надо. Ну, чуть-чуть отпускает, да, потому что название магазинов иногда приезжаешь, или там, допустим, улиц каких-то главных. Мы знаем, что такое Ашан, не переживай. Вы знаете, что такое Ашан? Ну, конечно, мы вообще-то не очень далеко. А алкомаркеты, какие у вас известны? У нас они здесь тоже есть, видишь? У нас просто красно-белая, но здесь я не видела. Ну, ничего, я поэтому мало гуляла по городу. Заменяю, да, просто не мой профиль. Заменяю просто алкомаркет вместо названия, которое, допустим, в Москве, в Питере, в Челябинске понимается, потому что это большая сеть. Ну, то есть ты чуть-чуть корректируешь эти шутки, но радикально ты ничего не меняешь. Нет, ну да, концерт, если сбит, то я могу, мне очень хочется, то есть я же в течение двух месяцев же все равно что-то придумаю новое и откатываю. То есть у меня есть сбитый концерт, и блоки там стоят плотно. Есть новый материал, который, ой, я так хочу новую шутку рассказать, но это страшновато всегда ставить. Новый свежий материал не особо откатанный, не особо проверенный. Непонятненько там. Мы вернемся после небольшого перерыва и продолжим. Оставайтесь с нами. Добрый день, продолжаем. Встретились, поговорили, мы встречались, говорим сегодня с человеком-оркестром, как я уже говорила, ведущая, бывший резидент проекта в ТНТ, блогер, бьюти-блогер, мама двоих сыновей, стендапер Наташа Краснова. Я ведущая Евгения Шафрана, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. Мы говорили о сегодняшнем стендапе, который будет, так вот о чем он будет? У него есть главная тема? Есть тема, главная тема это насколько мы, женщины, странные люди. Несмотря на то, что мы странные, мы все-таки люди. То есть там будет минимально шуток про бывших, но без них никак, потому что иногда девчонки просят, ну пожалуйста, ну расскажи там какую-нибудь интересную историю про бывших. Вот там будет чуть-чуть про бывших, но в основном про то, какая я, какие у меня подруги странненькие, что после 35 лет у женщины что-то происходит в голове, я не знаю, то есть какой-то сдвиг происходит вот в этот момент, переоценка, видимо, ценностей, я так думаю, если с психологией, с горы психологической вот так смотреть, то скорее всего это переоценка ценностей, и женщина начинает ехать чуть-чуть крышаком. Вот такие истории я буду рассказывать. Но мужчины, они страннее, они после 35 лет, кажется, у них столько тараканов. А что, они после 35 лет либо покупают крутую машину или мопед свой какой-нибудь крутой, либо любовницу заводят молодую. Вот, у них два варианта. Два варианта. У нас их множество, мы можем по-разному поехать крышей. У нас, да, у нас вариантов от мокроме, понимаешь, до молодого любовника. Ты пишешь, ты пишешь сценарий, ты пишешь шутки, ты пишешь тогда, когда пишется, пишешь, когда надо, и это сложнее. Как этот процесс у тебя происходит? Если это какие-то ролики, которые заказывает или радиостанция, или телеканал, конечно, это надо. И даже если, я не могу, допустим, они мне заплатили аванс и говорят, Даша, а где вот прописанные там 10 страниц, мы просто заказывали, а их нет. Ну, уже нет. Ой, мне что-то вдохновение не посвятило. Ну, до свидания. Вдохновение вот пиши для себя. Что ты делаешь? То есть, когда я пишу книгу, просто оно бывает, ты весь день ходишь-ходишь, у тебя накапливаются какие-то мысли, на диктофон записываешь. Потому что, если не записала, у меня все, это я потом вечером села и не могу вспомнить ничего из того, что я хотела написать. То есть, книгу я пишу вторую, это вот я сажусь, когда мне в кайф, и прям пишу. Записывать ролики для себя, свои, я только когда в кайф. То есть, негатив весь виден на лице, в глазах видно, что я устала, я не хочу это записывать. Я поэтому в такие моменты, ну, стараюсь не попадаться на камеру. А, допустим, продажные тексты можно писать в любом состоянии. У тебя есть какая-то система формулирования шуток, ну, они будут, может быть, не капец какие-то талантливые, но годные, достаточно смешные. Ну, и потом финансовая сторона, она всегда немножко стимулирует. Ну, да, но не настолько, чтобы это был какой-то шедевр прям, но достаточно зрелищно. Ну, у тебя очень популярный Инстаграм, и, прежде всего, благодаря Инстаграму ты зарабатываешь неплохо для себя. Что у тебя основной сейчас доход? Это все-таки Инстаграм или уже пошли сценарии рекламы? Реклама в Инстаграме. Реклама в Инстаграме, да. Реклама в Инстаграме, и реклама иногда, знаешь, на какие-то мероприятия глобальные приглашают, вот там, нам нужно. Но это тоже реклама. На ведущие я тоже зарабатываю, но это, наверное, по сравнению с рекламными всеми выплатами, это, наверное, там, пятая часть. Ну, то есть, я каждый раз такая думаю, вот я выступаю в стендапе, выступаю в качестве ведущей, я же трачу очень много энергии и времени, ну, по сути, подготовиться. Конечно, да. Там, пять часов с микрофоном, если это мероприятие, или там, два часа, если это стендап, но, допустим, выложить фотку, где я в угах и говорю, какой хороший магазин, такие уги, оно стоит столько же. Хотя по затратам, ты представляешь, ты просто фоткаешь себя в угах, это просто фотка. Ты и так любишь фоткаться. Сфоткайся за деньги, да? Да, а тут тебе платят деньги, чтобы ты красиво сфоткалась. И вот этот вот диссонанс меня, конечно, удручает. Ну, то есть, а когда я вспоминаю, сколько я зарабатывала, там, по 7 тысяч в месяц, когда я учителем была, у меня просто, мне плакать хочется. Мы сейчас рубли, я говорю. Да, да, друзья, не надо хвататься за сердце. Когда ты понимаешь, что сколько ты вбухивала, там, ночами там сидела, заполняла эти журналы, ревела, блин, не могла понять, как сделать так, чтобы все, даже самые тупые в классе поняли. И это оплачивалось минимально, а просто блогинг вот сейчас так разрушил мозг мне точно. Ну, вот, понимаешь, эти фотографии, допустим, те же рекламные, не могут ли они привести к тому, что там люди начинают отписываться или начинают вот фукать все из ревота, опять рекламу поставила? Да, я от некоторых так отписываюсь, поэтому я понимаю, и каждый раз, когда мне предлагают рекламу, я говорю, а можно, ну, нет, ну, можно отказаться? То есть, я не понимаю, что всех денег не заработаешь, тех денег, которые у меня есть, мне вот пока хватает, а быть миллионером каким-то, я, честно говоря, не моя цель жизни. И поэтому, я говорю, давайте вот нечистить. А чего ты отказываешься, например? Что вот вообще не твое? Ну, сигареты, луги, это вообще, да. Да, сигареты, алкоголь, политика, все вот то, что... А политику тоже предлагают? Ну, естественно, поэтому... Ну, то есть, там даже лишний раз... Пока еще можешь отказаться. Ну, как, там же не заставляют, говорят, а вот вы можете поприсутствовать на мероприятии и осветить это мероприятие? Ну, не в плане, как священник вот так вот с кадилом походить, а просто сделать, да, пост. По идее, ну, я же не скандирую, там, голосуйте за того или голосуйте за другого, но это мероприятие, спонсор, понятно, допустим, вот этот человек, значит, соответственно, я на его стороне. Ну, то есть... Ну, не хочется. Я стараюсь просто быть вне политики, то есть очень многие музыканты, режиссеры, еще какие-то люди меня удивляло раньше. Я вне политики, я думаю, в смысле? Ты же член государства, ты не можешь быть невключенным в политику. Оказывается, можно. Да, стараться просто не скандировать лозунги, не выходить там на площадь. Я в политике, честно говоря, не особо... Ну, то есть поверхностно я могу что-то там судить, а что там под водой, я понятия не имею, мне иногда страшненько, поэтому отказываюсь. Заголовок. В российском, в одном из российских СМИ, Инстаграм Дива из Челябинска спросила у Путина, когда блогинг станет официальной профессией. Это еще самое легкое, что ли? Хайпануло или это правда для тебя важно? Мне было... Ну, когда мне сказали, мне надо было улетать в этот же день, то есть я перебила билет и говорю, подождите, есть возможность задать вопрос президенту? Они говорят, да, ну то есть вот есть сообщество блогеров, мы будем сидеть, ждать, пока там дозвонимся, и от нас там, грубо говоря, если получится, два вопроса, если вообще будет круто, то там четыре можно вопрос задать. Я говорю, офигеть, это же очень круто. Если бы мне сказали, ну, задать вопрос любому из ныне живущих президентов или там королеве задать вопрос, это просто не добиться чего-то через это, не хайпануть, а просто сам факт, что ты поговорила, хотя бы, ну не в личном, вот не в одном кабинете сидела, а поговорила с президентом. То есть это вот такой дурацкий, может быть, волнение было. Было волнение ещё от того, что когда передо мной задавал вопрос блогер, он задал вопрос, очень волновался, всё трясло, и мне вот это волнение передалось. То есть сначала-то я думаю, ну, господи, я же стояла на сцене, я вела там мероприятие на 7 тысяч в ледовой арене, а тут просто одному человеку задать вопрос. Ну как, почему я не смогу? Но страшновато. Да, почему-то какая-то аура всё равно, вот так всё трепещет. Ты всегда, как на всех своих видео, с декольте? Нет, я в закрытом чёрном платье, наоборот, очень не накрашена. Ну, Наташа, ну что ж такое-то? Ну, как-то... Где образ? В цирк-то, там образ переключился, в какой-то момент я начала волноваться, я поняла, что... Так что тебе ответили? Он сказал, что вы очень красиво выглядите, мол, для своих лет. Ну так поступать, давай честно. Когда мужчина, когда ты задаешь мужчине вопрос, где ты был, например, он говорит, ты такая красивая, значит, он придумает ответ на твой вопрос, на котором пока, значит, не может придумать. Ну, такой это манёвр, знаешь. Ну, вообще, да, да, конечно. Женщине-то это же вообще кинул комплимент, она отвлеклась и забыла. А что я, какая красивая? Мне представила, что я красивая, что я спросила уже неважно, да? Ну, скажи, если бы тебе сказали, вот задашь вопрос, например, королеве Великобритании, ты вот такая... Ух ты, ух ты, ух ты. Ты приходишь, она такая, вот такая миленькая. Да, и ты такая, уже ей не надо ничего спрашивать, просто как здорово вы катаетесь на конях, да? Ну, а тем не менее, вопрос прозвучал, этот вопрос актуален не только для России, в принципе, он актуален и для Латвии тоже, потому что сфера блогинга, она сейчас всё-таки развивается и очень активными темпами развивается. Вот на твой взгляд, какие у неё вообще перспективы сейчас? Перспективы, когда обещают, что 1 числа нам отрубят интернет, вот ты про это спрашиваешь. Зачем? У нас говорят, что будет русифицированный интернет. А, да, у вас же всё будет, что будет внутренняя Северная Корея. Да. Вот поэтому сегодня Фейсбук не давал тебя отметить. Началось. Ну, я боюсь, что что-то будет, но я, честно говоря, не очень верю, что отрубят весь интернет, что мы под колпак... Путина, он точно будет. Ну, он будет заглядывать, там какие-то блоги смотреть, интересно, да? Он же такой человек. Да, он же так время проводит. Я думаю, что за блогинг он в противоезд телевидению встал, потому что он более живой, более адаптивный. Ну, то есть телевидение, оно шаг влево, шаг вправо, всё очень контролируемое. А блогеры, они разбежались, мы как тараканы разбежались, непонятно, что-то где-то там, здесь поснимали, там. И этот снимает опровержения, тот снимает обвинения, всё круто. Очень большой выбор. То есть на телевидении каналов, по сути дела, немного основных. А тут ты подписываешься на канал, то есть я определённый канал, контент, юмористический. То есть я, по сути дела, как телеканал маленький какой-то. И таких телеканалов на Ютьюбе, теле, ютьюберских каналов, их прямо миллионы. То есть можно выбрать вообще всё, что ты хочешь. И сбаловали мы людей. Всё, надо в эту ежевую рукавицу брать. Ты ощущаешь себя звездой? Два с половиной миллиона подписчиков в Инстаграм, книги, стендап, телевидение? Ну нет, ну звезда это для меня, как для меня это как Бейонсе, например. Когда просто настолько ты появляешься где-то, и люди в обмороке падают. Битлз там, ну не знаю, то есть какой-то вот прям такой. Вот вклад внести, чтобы на улице узнают. Ну, чтобы на улице узнавали, можно вон котиком быть с Инстаграма, который грустненький котик. Грустненький котик, да. А кстати, как ты реагируешь, когда узнают? Как они на тебя реагируют? Ну они позитивно. Это всегда позитив, когда человек несёт позитив. Когда ты видишь радостного человека, это круто. Ты очень круто выглядишь. Это я ещё не поспала. А представляешь, я прямо, когда ты поспишь. Я прям королева. Прям королевишна, да. Вот ты много в себя вкладываешь в плане сил, денег, не знаю, может, у тебя личный стилист, может, у тебя сексуальный массажист. Что это должно быть в своей жизни? Вот я сижу в джинсах и в этой, в футболке. В обычной, да. Ну какой стилист? Ну, просто ты бы не взяла с собой, возможно. У меня есть знакомые девочки, которые стилисты. У них свои там линии одежды, всё. И они иногда меня тащат, там, гуляем по Питеру, она, например, говорит, Наташа, вот это очень тренч, очень крутой, с открытой спиной. Я думаю, блин, как там в Челябинске ходить, там холодно. Очень сильно. Я понимаю, что это красиво, но это не для меня. Просто сверху надо накинуть что-то тёплое, муфточку. Там просто тулуп сначала, а потом вот этот... Нет, наоборот. Видишь, ты стильная. Я не понимаю даже этого, что на что надевать. Я знаю, что трусы под штаны надеваются. Всё, это было самое, чтобы выйти в люди. Ну, я зубы чищу, там, что и про красоту я могу сказать. Мне спрашивают, почему ты зубы не выровняешь? Это же первое, что делают виниры. Надо ставить виниры. Я думаю, ну, наверное. А у меня там, может, жить осталось лет 10. Я думаю, нафига я виниры эти поставлю, чтобы что? Что от них сделается? Да, даже хоронить закрытым ртом будут, да? Не похвастаешься. Тем более, там же я не с улыбкой буду лежать в гробу. Понятно же, что, типа, спокойно. Нет, за такие деньги можно и поулыбаться. Да, вот ты как-то по поводу ещё смешных людей, ты как-то сказала, что парни не любят смешных девушек, да? Вот, а почему они не любят смешных девушек? Смешных девушек? Нет, они любят смешных, вот именно про которые я сказала. Когда она такая вся красивая, и девушечка дурочка, и он, во-первых, ощущает себя умным очень сильно, даже если он сам там не очень далёкий. Он чувствует своё какое-то превосходство интеллектуальное, и плюс она красивая. Ну, и дурочку её обмануть попроще как-то. Ну, не знаю, с ней проще. Она хохотушка такая вся. Над ней смеются, но для него это, типа, это моя, вот, моя дурочка. Вот в таких влюбляются часто. А когда ты, типа, не знаю, Фаина Раневская, то, наверное, не очень хочется быть с тобой часто. Ну, а каким, вот, допустим, каким мужчиной в принципе надо быть, чтобы рядом с тобой была женщина, ну, всё-таки не дурочка, а хохотушка? Какими качествами нужно было дать? Чтобы со мной было комфортно, я не знаю, со мной, мне кажется, не очень комфортно изначально. Может быть, нужно быть подкаблучником, я уже не знаю. Ну, то есть, я не особо слабая женщина, поэтому, возможно, чтобы я не ломала сильного мужчину, может быть, сразу слабого мне искать? Ты вот это имеешь в виду? Нет, я имею в виду вообще, ты говоришь, вот, с мужчинами с хохотушками проще, да, они чувствуют свою какую-то силу, они чувствуют своё какое-то превосходство и так далее. А с женщинами, которые более самодостаточны, да, или там более серьёзные, им всё-таки тяжеловато. Но какие-то же мужчины находятся, такие женщины, для чего-то? Вот какими качествами эти мужчины обладают? Я не знаю, они очень там твёрдо стоят на ногах, у них нет недостатков, может быть, там, я не знаю, или комплексов каких-то. Да нет, ну вот про недостатки-то они у всех есть, просто, наверное, да, нет комплекса. Чтобы мужчина не сравнивал себя со мной, то есть, он не сравнивал, вот у меня бизнес, а у неё, значит, ага, вот она столько зарабатывает, и я её недостоин, начинает сгрызть себя. То есть, вот такого, чтобы не было. То есть, это, может, не обязательно должен быть какой-то очень супер богатый или супер уверенный в себе, просто человек, который не психологически стабильный, потому что я настолько нестабильная, всю нестабильность я беру на себя, видимо. Вот это такая, прошла лёгкая реклама Наташи Красной. Пожалуйста, отмечайтесь, лайкайте, всю нестабильность беру на себя. А за правду Лёстрая Славцова прилетает? Ну… Обижаются, отказываются, не дружат. Я же больше стебусь не над персонами, а над ситуацией. Ну, то есть, если даже первый вот этот клип, который там за месяц миллион просмотров на Ютьюбе набрал, он был не столько бузовой кинут в лицо, что бузовой не пой, сколько всему шоу-бизнесу нашему. Когда сейчас у нас в шоу-бизнесе, чтобы ты понимала, в российском, такая ситуация, что поют все, кто не умеет петь. Там только Гагарина и Лазарев остался, и Билан, всё. Ну, то есть, очень много… А ты когда петь начнёшь? Я не хочу, ну, точнее, у меня там три класса образования, их недостаточно, чтобы кайфовать от этого. Это мы про вокальное образование говорим. Да. Ну, написать и выступить я могу, и под фанеру пооткрывать рот я могу. Создать какой-то эйфорический образ я могу, я даже думала об этом, но я думаю, а как, я же не смогу самовыразиться в этом. То есть, я буду просто тушка на сцене, какой-то туловка скачет. Это очень странно. То есть, я, наоборот, против таких людей. Это мой, если хочешь, манифест. А тут я сама примкнула бы к таким. Вот, то есть, даже… А принципы, всё-таки есть какие-то. Вот здесь вот не пойдёшь. Неприятно, да. А если заплатят много? Ну, нет. А как ты совесть свою купишь? Она же тебе будет каждую носить, и я буду выносить мозг. Женя, а что ж? Ну, мы заплатим евро, вот дюймбаксов ещё сверху положим, а ты будешь петь. А ты потом эти деньги на психолога потрачишь, когда будешь в истерике у него плакать на кушетке. Сколько у тебя браков было? Официальный один, и в гражданском с американцами я ещё жила два с половиной года. Но с американцами сложно, конечно. Это считается неудачный брак для тебя? Поучительный они все. Все браки у меня были поучительные. Мне казалось всегда, что первый брак, потому что вот он такой... Она всю жизнь? Ну, да, он должен быть до конца. Ну, нас так учили. У меня мама с папой живут до сих пор вместе, и никаких поползновений, знаешь, не было. И бабушка с дедушкой, они там, ну, не в один день, конечно, умерли, ну, пара издельности, но они жили, и дед после смерти бабушки начал писать ей стихи, он так и не нашёл никого. Вот для него она была светилом всей его жизни. Так же бывает, да? Но он и изменял. А что ты хотела? Ты хотела, чтобы я сказала, что она была единственной? Да, я вот тоже всегда ищу, и всегда, когда вижу пары, которые там 20-30 лет живут, я говорю, а что вас держат вместе? И они обычно отвечают, что мы вот терпим. Зачем? Ну, комфортно, комфортно. Ну, комфорт – это скучно? Ну, нам с тобой, а нормальным людям нет. Нормальные люди живут, а нам, типа, надо любовь. А ты в неё веришь? Я верю, но не в такую вечную, которая вот не заканчивается, а в такую, которая вот любовь-любовь, потом вдруг раз она закончилась, и началась другая любовь. А прям отлично. То есть, ты как бы, когда в твоей жизни появляется какой-то человек, который надеется на взаимность, он должен понимать, что эта взаимность просто рано или поздно закончится. Нет, я себя убеждаю в том, что, Наташ, ну, не надо исключать того момента, что это может когда-нибудь закончиться. Ну, то есть, это не до конца. Хотя здесь, когда же конец жизни приближается, у тебя шанс дожить до смерти с этим человеком очень прям хороший. Ну, то есть, вот тут осталось нам пожить 10 лет вместе, и это уже будет жили вместе, были счастливы и умерли в один день. Ну, а если тебе предложат завтра, знаешь, пойдешь? Ну, у меня нет такого человека. Нет, если я буду прям кайфовать рядом с ним, мне комфортно будет с ним, то да. Популярность – это всегда хейтеры. Ты как-то, вот как ты на них реагируешь? Бреваешь, не реагируешь на них, блокируешь, плачешь ночами. Бывают хейтеры, вот Баста недавно записал благодарность, что спасибо хейтерам, которые помогают мне расти над собой. То есть, есть хейт, который полезный. То есть, если мне пишут, Наташ, очень слабо, флоу отстой, твой флоу никуда не годится. Я думаю, о, надо работать над дикцией, нужно работать над подачей. То есть, я же рэп не читаю, но у меня была крашена, мама все рэпом лупила. Я начинаю работать над собой. Вот такие хейтеры, это классные хейтеры, пусть пишут дальше. А есть хейтеры, которые просто, вот они сели, у них утром настроение плохое, например. Они написали, блин, вот умри, умри. Вот и что? Ну, то есть, как над этим расти? Что это может? Ну, то есть… Я же не могу, вот. Ну, я не хочу, если честно. Ну, то есть, и не факт, что он прямо этого хочет, просто я понимаю, что у человека плохое настроение, и я прям, ну, заражаюсь немножечко, когда много их еще пишут. Я думаю, вот у многих людей сейчас настроение плохое, бедные люди, типа, как вот так жить? А как вообще сыновья относятся и к твоему инстаграму, и к твоему роду деятельности, и вот к комментариям, которые туда пишут? Ну, они не читают этого ничего. Они вообще читать не очень любят. Я их заставляю, ну, му-то, вон, читали мы через слезы, через боль, а так, чтобы прямо читать что-то. Книгу они мою, естественно, не читали, они не любят читать. Видео вот в постели с красновой шоу они не смотрели, потому что им это неинтересно. Им интересно, они смотрели, недавно я поймала их за просмотром, часовая какая-то передача, где человек в лесу ест тушенку. Он тестирует разные виды тушенки, он типа в охотничьей одежде, и он говорит, вот эта тушенка жирная, хорошая тушенка, мне нравится, вкус, ну, как будто кабанятина, немножечко свинина я даю, давайте попробуем следующий час. И они залипают, им интересно. Да, да, им там про зомби интересно, про какие-то там фильмы, там, Война миров Z, что-то посмотреть, вот такое. А вот эти психология, она их не интересует. Но они их спрашивают, вот кем ваша мама работает? Ким один раз сказал, наша мама блогер, ой, блогер говорю, наша мама рэпер, я думаю, капец, я же блогер. Я немножко перепустил, да? Рэпер, да. Еще и рэпер, я же совсем забыла. Да. Конкуренция, у тебя конкуренция большая? В плане стендапа, блогинга? Нет, в плане блогинга, в плане того же Инстаграма, например, который, в принципе… Да, их много же людей, которые делают и бьюти-блоги, и юмористические шоу, ну… Ну, в твоем стиле, ну, вот именно вот похоже на тебя делать, ну, буквально, там, наверное, один-два человека, может быть, ну, мне кажется, да, это какая-то узкая, достаточно ниша. Вот вы воспринимаете друг друга как конкуренты, или вы стараетесь как-то расти друг на друга, или вы дружите, может быть, как-то общаетесь? Ну, я особо ни с кем не дружу, но я на них подписана, и если человек интересный, то есть, если даже это мужчина, не обязательно женщина, допустим, мужчина, который преподносит психологию с юмором, или юмор с психологическим оттенком, для меня это близкий человек, и я, наоборот, слежу. И иногда бывает, я смотрю видео, я такая, а, он эту тему затронул, а я хотела на нее, ну, записать видео, и думаю, не буду делать, ну, типа, получится вторяк, не хочется повторяться, наоборот, что, ага, он выбил эту тему, давай я тогда не буду в нее писать, напишу в другое что-то. Легче смеяться над мужскими шутками или женскими, тебе лично? Легче смеяться над шутками человека, который тебе симпатичен. И неважно. То есть, когда ты, да, когда ты принимаешь человека, это я уже тоже заметила, когда я раньше выходила на зал, я вроде говорила такие же шутки, но может подача чуть-чуть поменялась. Но сейчас я выхожу на зал, и там сидят хотя бы половина людей, которые меня любят. Ну, то есть, они уже открыты, и не надо пробивать вот эту стену. А раньше я пробивала стену, там, минут 20 ты просто общаешься с залом, там, пытаешься как-то их, ну, не повеселить, а просто сказать, я симпатичная для вас, ну, любите меня. Они не любят, говорят, нет, давайте нам Харламова. Ну, нету желания, вот, там, понравиться большему количеству людей? Просто интуитивно даже. Вот они меня не любят, дуй-ка, вот я все-таки попробую понравиться им. Или у тебя есть, там, скажем, ты понимаешь, что это твоя аудитория, ты им симпатична, а за симпатию вот этой ты бороться не будешь? Невозможно нравиться всем. Ну, то есть, как бы мне не хотелось, а у меня была такая. Ну, больше хочется уже. Хочется, да, ну, это как наркотик, наверное. То есть, количество подписчиков, наверное, для блогера, когда ты за миллион переваливаешь, у тебя начинается вот эта гонка. Главное, чтобы она не была в приоритете у тебя. Вот пока у тебя есть, я хочу доносить людям вот это, я думаю вот так и хочу сказать это, я хочу сделать вот это еще. Ну, классно, если на меня подпишутся. Если нет, мне вот хватит той аудитории, какая у меня есть. Вот если так происходит, то ты не сойдешь с ума, по крайней мере. Понимаешь? А сложно вообще удержаться в таком здравом рассудке перед, там, двух миллионных людей, которые читают и фактически являются частью твоей личной жизни, знают о них? Да, сложно воспринимать себя адекватно. То есть, они же тебе говорят что-то, и ты им веришь. Ну, то есть, если у тебя там, представляешь, даже сто человек тебе в день говорит, ты такая красивая, и ты даже, если ты сомневаешься, ты начинаешь в это верить. А представляешь, люди говорят, ты такая тупая, ты такая мразь, такая стрёмная. И вот, допустим, где-то сто человек, но каждый день тебе это говорят, и, естественно, ты начинаешь думать, а может быть, я действительно какая-то не очень. Вот как ты тогда выбираешься из этого? Читаешь тех хороших? А у меня оно вперемешку идет, ну, то есть, они мне эти не дают расслабиться, что говорят, а ты не такая уж и классная, а ты такая классная, молодец. А я самая обаятельная, привлекательная. Ну, все. У меня есть одни, вот прям, я знаю, как их зовут, вот этих людей, они смотрят мои видео на Ютюбе, прям самые первые, то есть, там прям в топе. Он подписан на меня, поставил колокольчик, поставил обновления все. И пишет всегда негатив, всегда негатив. Вот здесь не дотянула, здесь плохо, фу, фу, блин. Ну, то у тебя прям, смотри, личная команда критиков. Да, да. Вот эти заклятые враги, которые ненавижу, ненавижу, но посмотрю самым первым. А, у нас такие тоже на радио есть, кстати. Да. Ну, конечно, но для своих подписчиков и, в принципе, для тех же людей, которые приходят на стендап, это все-таки такая фея с макияжем, вся такая мими. Что в жизни? Луги, растянутый свитер, помада, прямо, чтобы выйти в магазин. Что? Ну, я брови рисую себе, мне нравится рисовать. Брови и стрелки. Только что на нашем радио. Ну, синяки под глазами мне нравится замазывать. Все, ну, то есть, я не люблю гламур. Не, не любишь? Прическа у меня хвост всегда, потому что удобно. Не надо голову мыть. Такой легкий, еще один каминг-аут. Как люди сейчас меня воспринимают? Вот сейчас они сидят по той стороне, и, боже, пришел к Жене, пришел бомж. Нет, пойдем сейчас ходим на стендап, посмотрим, что он там из себя представляет. Что там такое? Надо быть. Надо ли быть или хотя бы казаться смешной? Ну, зачем? Ну, точнее, если тебе это не надо. Если тебе комфортно, не смешной, ну, будь не смешной. Ну, вот есть такие женщины, которые не шутят, серьезные женщины очень. И они тоже кайфовые в своем вот таком амплуа. Мне интересно быть, мне интересно веселить людей. Это же позитивные эмоции. Парикмахерам классно быть. Это самые счастливые люди, парикмахеры, визажисты и акушеры, по-моему, по отчету. Потому что ты когда даришь эмоции, да, ты когда даришь эмоции, ну, типа, о, ногти новые, класс, спасибо. Прическа, класс, спасибо. Родили ребенка, ой, спасибо, помогли. И четвертое место стендапера. Да, и стендап, это все равно через боль. Поэтому, ну, не знаю, мне, наверное, больше нравится веселить людей. Не быть смешной, а дарить какие-то позитивные эмоции. И получать этот фидбэк. Да. Вот когда фидбэк идет, конечно. Бывают залы, вот ты час, я однажды выступала на зал, но там подростковый зал. И люди были абсолютно тупые. Вот, ну, таких тупых подобрали, что прямо тупые. Когда я им объясняю, что надо готовить. Они говорят, сколько на подготовку сценария уходит. Я говорю, надо прописать сценарий. Нужно отредактировать, потестить. Они говорят, нет, нет, мы имеем в виду подготовка к записи, там, сколько тебя красят, сколько тебя там одевают. Ну, то есть вот такие прям очень поверхностные люди. Я час пообщалась с ними, и я вышла абсолютно пустая. Как будто ты все отдавала и ничего обратно не получила. Ничего вообще. Ну вот, надеемся, что сегодня ты получишь обратно. А, это еще и финальная моя фраза. Финальная фраза, да. Я надеюсь, что сегодня ты получишь обратный фидбэк, что зал будет реагировать, будет реагировать хорошо, потому что мы ждем. Я пойду, я лично проверю. Там девчонки собрались, я надеюсь. Да, я напоминаю, что у нас в гостях была Наташа Краснова, стендапер, бывший резидент проектов ТНТ, блогер, бьюти, блогер-ведущая. Я Евгения Шафранок вела эфир и помогала мне звукорежиссер Евгения Копейн. Хорошего дня. До свидания.